На долгую память Муси от Коли. Фотокарточку 1941 года Мария Ивановна бережно хранит и по сей день. В свой 100-летний юбилей женщина вспоминает о любви всей жизни. Своего супруга Николая Вуколова. История достойная сценария фильма. В 1938 году девушка из Пензы переехала жить в Самару. Здесь же познакомилась с парнем. Буквально через месяц он ушел в армию. Скоро возвращаться, а тут война началась. Так влюбленные вели роман по переписке на протяжении 8 лет. После войны поженились, жили долго и счастливо, пока смерть не разлучила. Мы сразу договорились с мужем, чтобы он говорит, я, Маруся, очень спыльчивый. Ты, если сможешь, никогда не перечь мне. Ну, помолчи и все. И у нас все будет хорошо. И мы никогда не ругались. Вот так. И поэтому вот я прожила до 100 лет. Любить друг друга – вот и весь секрет долголетия, смеется Мария Ивановна. Сейчас она живет одна. Со всем хозяйством управляется сама. Скучать бабушке не дают дочь, внуки и правнуки. А уж в день рождения дом не пустует без гостей. Поздравить юбиляршу спешат и бывшие коллеги, и местные власти, и районные депутаты. Мы очень рады, что вы дожили до стольки годков. Молодцом. Смотрим. Вот вообще у вас, так сказать, больше 60 вам не даст. Не даст никто. Ей-богу, да? Подарки, цветы, море внимания. А на столе – любимые угощения. И ничего крепче чая. Таков уж мой обычай, говорит Мария Ивановна. Я ни одной рюмки никогда не выпила за свои сто лет. Вот. Поэтому я, наверное, и живу сто лет. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События. Девчонка. Спасибо.